Асфальт на треске в 100 метров Ливинской трассы обильно палит соляркой из баков сразу двух фур. Белгородский МАС буквально протаранил встречный ман с номерами Брянской области. От отечественного тягача остались лишь лохмотья. Столкновение двух большегрузов спровоцировал водитель восьмерки с курскими номерами. Легковушка двигалась по трассе в сторону Ливин. Ее водитель решил обогнать колонну тягачей. Водитель автомобиля ВАЦ-708 при совершении обгона колонны большегрузных автомобилей, когда заканчивал маневр, совершил столкновение с одной из фур. Водитель восьмерки в какой-то момент понял, что завершить маневр он не успевает. Восьмерка вышла на обгон колонны. Не успевает обогонять боленскую фуру и начинает прижиматься. В попытке встроиться обратно на свою полосу водитель Жигулей передним правым крылом ударил задний бампер фуры с белорусскими номерами. Восьмерку вынесла на встречную, где она ударила Белгородский МАЗ с цистерной. От этого второго удара восьмерку снова отбросила уже на свою полосу, где в нее влетела фура со смоленскими номерами, которую водитель легковушки обогнал перед столкновением. Белгородскую цистерну, в свою очередь, тоже вынесла на встречную, где она ударила последнего участника этого ДТП – фуру из Брянска. В аварии пострадали водитель восьмерки и водитель цистерны. Дальнобойщика спасатели из искореженной кабины вырезали с трудом. На втором автомобиле, на легковом ВАЗ-2708, была оказана помощь тоже водителю, он был один, и тоже доставлен был в центральную постройку больного. Как ни странно, травмы, полученные водителем восьмерки, оказались легче повреждений водителя фуры. У дальнобойщика предварительно диагностировали перелом обеих ног, рук, нескольких ребер и пальцев. Оба пострадавших были в сознании. Солярку на асфальте сперва присыпали песком, а потом смыли водой. Движение по трассе открыли около четырех вечера. К тому времени пробка из фур растянулась на семь километров в оба конца от места аварии. Продолжение следует...